привет граждане дачники им сочувствующие как вы сами видите все стены у меня готовы полностью их обшил но остались там кое-какие мелкие потертости и неровности но сегодня у меня другая цель про стены я вам уже и так достаточно много рассказывал это не интересно сегодня буду рассказывать как сделать полки и сделать их так чтобы потом когда вы будете париться в этой парной вам было кайфово вообще а тот кто будет махать вениками а это скорее всего буду я чтобы мне было удобно и не приходилось делать это вот так а я смог это делать спокойно поэтому смотрите расскажу вам со всеми размерами со всеми пирогами покажу ту конструкцию которую делаю я расскажу почему она именно такая ну а если вам понравится то сразу не забудьте поставить лайк можете сейчас можете в конце подписаться чтобы знать что вообще на этом канале происходит но и оставайтесь со мной здесь много интересного и видео выходит каждое воскресенье 9 утра ну что ж давайте приступим к основной теме сегодняшнего выпуска а именно об устройство полков все очень просто друзья я подготовил вот такую вот конструкцию это вот такая вот лесенка которая в скором времени превратится в каркас для моих полков высоту я определил очень просто вот я стою и на уровне запястья у меня будет пока ну может быть чуть чуть выше потому что здесь еще будет 35 доска почему именно так вот смотрите вот моя рука с веником бамс 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 то есть совершенно естественное движение мне не нужно будет вот поднимать вот таким вот локти бить сверху я буду совершенно нормально работать веничком мне будет очень удобно именно такую высоту полки я придумал вторая вторая история это для того чтобы человек сидел спокойно не цеплял головой вот у меня получается до потолка будет ну примерно метр 30 в русской бане нижняя полка нужна для двух историй первое для того чтобы использовать ее как ступеньку и сесть вот сюда где в основном все будут сидеть во вторых здесь будет стоять в углу тазик с водой на этой ступеньке который я буду поддавать парную в третьих тех кому страшно сразу залезть наверх наверное или кому стало очень жарко могут сесть внизу и немножко там посидеть отдохнуть поэтому это скорее такая вспомогательная история поэтому для меня было важно чтобы на ней было удобно и сидеть и одновременно было удобно на нее наступать чтобы использовать ее как ступеньку вот смотрите когда я сел видите у меня все получается естественно я сижу нормально ногой опираюсь на на эту самую нижнюю ступеньку то есть мне будет комфортно сидеть если вдруг я захочу не с ногами залезть например на полку сесть вот так как сидят на обычном стуле конструктивно это выглядит вот так запил запил вставлен брус вечная история не сломается не провалится ни под каким весом все очень достаточно надежно и получается ножки что в этом случае что в этом случае они они являются опорными высота нижней ступеньки у меня получилось 42 42 сантиметра ну и плюс три сантиметра полки будет 45 очень даже комфортная высота и ребята высота верхней ступеньки вот сейчас у меня 85 плюс те же самые три сантиметра 88 удобно и сидеть и залезать и работать с вениками я буду использовать вот такую вот конструкцию у меня будут угловые полки если вот по этой стене они у меня будут со ступенькой то вот здесь по большому счету это будет просто ну лежачок седачок не знаю как хотите так его вы называете почему 2 я решил сделать да не знаю мне так кажется как-то будет поуютнее что ли мне решилось что вот здесь тоже будет хорошо прилечь окошком можно будет приоткрыть если станет жарко ну короче какая-то романтика как это будет устроена конструктивно на самом деле вот эти конструкции они сами по себе уже самодостаточные и когда скрипятся досками ничего с ними не произойдет они никуда не упадут везде есть стены которые будут их ограничивать этого вполне достаточно чтобы не городить всякие там укосины и так далее но на я подстрахуюсь каждый вот из этих конструкций у меня будет крепиться одним саморезом к стене этого будет вполне достаточно чтобы они не сдвинулись никуда не делись и так далее для полков я использую тоже старые доски фуху фуху который со временем друзья вот стали вот такими вот вот такими прокопченными потому что старая баня у меня коптила ого-го можно сказать было бани по полу черному поэтому сейчас я их привожу в порядок делаю вот такими вот беленькими светлыми полностью шлифую а потом уже подгоню в размер сниму фаски фрезерным станком ну и можно будет монтировать а пока вот такая не пыльная работа да на обед в таком виде точно домой идти нельзя если вдруг кто-то захочет пройти мой путь такой же самостоятельно то поделюсь с каждой дощечкой друзья приходится понянчиться несколько действий первое конечно же на строгальном станке их строгаешь но в данном случае мне не пришлось этого делать потому что у меня доски были обстроганы еще 30 лет назад и стояли в старой бане поэтому у меня второе действие это была болгарка вот обычным шлифовальным кругом пока черновым я сделал черновую обработку второе действие это подрезать размер раньше эти доски были в моей старой бане высоким там лежать было не очень-то удобно один метр девяносто восемь сантиметров сейчас она у меня стала почти 2 10 поэтому эти доски уже не подходят из-за того что она у меня угловая так вообще конструкция стала по-другому я пилю в нужный мне размер но из-за тем самый интересный фрезер не знаю почему друзья почему-то фрезеровать мне нравится больше всего магия что ли какая-то в этом есть когда-то много много лет назад я свою трудовую карьеру начинал на машиностроительном заводе и был мастером участка и у меня на участке работал человек по имени паша который 53 года проработал на одном и том же станке я тогда вообще не мог себе вообразить да и сейчас не могу вообразить как так можно но знаете когда вспоминаю про свою любовь резерванию думаю может быть у нее такая же любовь было к пилению потому что он работал на пильном станке паски я сразу зашкуриваю потому что с ними уже ничего делать не буду а вот в верхней поверхности после того как я их прибью на место я еще их в чистовую шлифану ну левочки как говорится но вот ребята еще одна дощечка готова ну что ж друзья доски готовы и уже лежат на своих местах не буду вас мучить ожиданием пойдемте посмотрим вместе со мной вот друзья вот так теперь выглядит моя парная ну хочу вам сказать что это еще не все по сути ну я довольна что у меня получается остались всякие мелочи пустить плинтуса по всем углам обшить вот здесь вот вот эти части чтобы здесь не торчало да и собственно эти сами доски прибить пока они еще кстати до сих пор не прибиты а просто лежат на своих местах если вы хотите знать почему они до сих пор не прибиты я вам об этом скажу но в следующем видео друзья поэтому подписывайтесь прямо сейчас чтобы это следующее видео не пропустить ставьте на колокольчик и вы все сами узнаете пока строительство и моей бани идет по плану так как я и задумывал дай бог чтобы эти планы и дальше сбывались пока друзья увидимся через неделю